Все, кто сюда пришел, уже в свое время пораскладывали косточки, пораскладывали палочки и знают какие-то первые представления о числах, поэтому мы займемся уже тем, что можем сегодня проверить. А проверить мы сможем счет. Как считали ацтеки? Первый наш час, как считали ацтеки, второй, как считали май. Это два народа, которые территориально жили практически рядом в одном времени, это с Центральной Америкой, но счет у них развивался очень похоже и чуть-чуть не так. Вот вам надо сегодня заметить, что похожего было и в чем отличие. И в чем отличие? Итак, пишем у себя в тетрадочке «Ацтеки». А-ц-теки. А-ц-теки. И начнем наш пересчет. Я считаю, что вот единичка. Единичку они обозначали точечкой. Двойку. Двумя точечками. Вы видели? Да. Вот здесь кто за тумбой сидит. Видно? Двумя точкой. Единичка. Точка. Два. Две точки. Три. Три точки. Четыре. Четыре. Четыре точки. Четыре точки. Пять. Пять точек. Да. Пять точек. Но вот здесь вот пятую точку надо нарисовать очень аккуратно. Она нарисуется вот здесь. Получился такой как бы скрючек. Видите? Да. Вот это нам нужно нарисовать. Пять. Ну, а дальше давайте смотреть. Шесть. Шесть точек. Шесть точек. Семь. Семь. Восемь. Восемь. Девять. Девять точек. Но подождем, потому что нам сначала нужно отделить. Смотрите, как они кладут. Сначала положили пятерочку. Потом отделили вертикальной чертой. И рядом поставили единичку. А именно пять и одна. Шесть. Шесть. Можно пересчитать по точкам, да? А можно, соответственно, как пять плюс одна. Да. Ну, похоже. Похоже в чем-то. Потому что в домино играют все, начиная с маленького возраста, любят играть. Правильно? В данном случае это тоже математика когда-то становилась наукой, да? И тоже нашла от простого. Поэтому с этой простой задачки я обычно и начинаю всегда наши лекции. Семь. Семь. Восемь. Восемь точек. Пять до три. Девять. Девять. Замечательно. А вот для того, чтобы изобразить десять, да? Стали использовать еще один символ. Итак, точки используют только для обозначения единиц. Если нам нужно одну единичку, мы ставим точку. Если нам надо девять, мы ставим девять единиц. Девять точек. Итак, десять. Вот такой символ. Тоже простой. Тоже многими узнаваемый. Десять. Как вы думаете, как же тогда запишется одиннадцать? Да, кто уже догадался? Десять и единица. Ром. Да. И еще единичка. Отлично. Двенадцать. Да. Тро. Две. Да. Тро. И два значка. Ну, я даже не буду спрашивать, как будет двенадцать. Я уверена, что уже все все поняли. Двенадцать. Ну и тридцать запишем легко. Значит, вот видите, здесь доска у нас огромная. Шестнадцать. 16 Ну и кто так и знал Продолжает 17 17 это 9 Против 5 и Да и это будет 17 Ну и пожалуйста Дальше там будет 18 19 20 Новый символ Новый символ Да, значит смотрите Вы себе примечаете Новый символ Очень похож на наш флажок 20 Да, пометьте себе 20 Наш флажок 21 Флажок с точкой 22 Флажок и две точки Все все поняли Я в разбивку 25 Вы у себя пишите И старайтесь Сверять с тем, что на доске 28 Каждый у себя пишет Сверяясь с тем, что на доске 30 30 30 Как запишется 30 Да Два флажка Сколько? Два флажка Два флажка Флажок 20 Один флажок Флажок и ромбик Флажок и ромбик Ромбик 30 Да Два флажка Два флажок и ромбик Я не уже и письма не писала Не поняла Я не умею письма написать А письма на флажок Или ромбик Ты умеешь писать? Не умеешь букв Мне кажется Тут нет еще ни одной буквы Я специально вот так вот Чтобы ни букв Ни цифр Вообще ничего Только число Только число Мы с вами только считаем Итак Индейцы племени ацтеков Конечно изображали Как можно проще А что может быть проще точек? Ты вот эти точки изобразил? Да? Пора изобразил Один Два Три Четыре Пять Шесть Изобразил? Отлично Напомните Что означает символ? Да? Десять Изобразил ромбик? Да? Один Двадцать 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 Флажок? Двадцать 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 Тридцать Итак пока никаких Как говорится не должно Тридцать Но давайте мы дальше посмотрим. Нам нужно 30. Сделали 38. Каждый у себя, тетрадочка, старается и сверяет с доской. 38. Вот теперь мы подошли к числу 40. Какие мысли? Два плашка. Два плашка. Два плашка. 43. Два плашка и три. Два плашка и три. Следующее, как вы думаете, число какое будет? Два плашка и четыре. Да, это 44. Два плашка и четыре точки. Хорошо. А посчитайте мне, пожалуйста, какое число я сейчас написала. Да. Да. И 75. И 75. Ань, ань, ань. И да. И плюс 2. Да. Сколько? 75. 75. 75. Три раза. 20. Да. Еще 20. Еще 20. Еще 20. 60. 60. 10. 70. И еще 5. 75. Ну вы молодцы. 7. 7. Читай. Да, пожалуйста. 7. 7. 7. Да. Да. 8. Итак, красивые флажки. И вдруг подошли к 100. Красивые символы до этого. Последнее число. 99. Наибольшее двузначное число у нас сейчас. Подошли к 100. 99. Значит, его изображаем. Сначала берем наибольший символ. Наибольший у нас флажок. Это 20. Его берем 4 раза. Подожди, нам нужно 99. Его берем 4 раза. Получили 80. Теперь нам нужно ром. Это будет 90. И еще положим 9 точек. Смотрите. Все наши символы, конечно, очень красивые. И флажки, и ромики, и точки. Но число получилось очень громоздкое. Увидели? Значит, будет сейчас дома новый символ. И такой символ неказистый. Сразу его не все рисуют. Нет. Не все рисуют. Вы представляете? Все остальные символы. Третьяги. Точечки, стомбики. А тут какой-то вот он, как елка после Рождества. Когда уже половина взлетела, все обрушилось. Как вы думаете, почему? Потому что... Да, да, почему? Ну, этого мы с вами считали. Помните? Пять отчеркнули. Десять. Новый символ. Двадцать. Новый символ. Следующий новый символ. Красивый. Но сверху. Это та елочка, которую только принесли. Она нарядная и красивая. Скажите мне, пожалуйста, как вы думаете, какое это число? Число. А если подумать? Число. 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 Вот, злазаки рассказывают, если это сто. Число. 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 А вот эта нарядная и красивая. Число. 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 Иначе мы не выясним. Сколько? Четыреста. 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 Вот это закрашено. Ровно четверть этого символа. Увидели? Кажется, пожалуйста. Соответственно, двести будет. Половина елочки. Какой ты, пожалуйста? Я услышала. И сначала нарисую. А, Владимир, что означает? Половинка, это двести. Что будет двести? Двести половинка. Половинка двести. А если мы еще с этой стороны, то это будет триста. Итак, сто, двести, триста, четыреста. А можно и скрывать. А, кто скрывает? На сто, час. Ну, тысяча. Давайте запишем. Тысяча что? Девяносто первых. Тысяча. Девяносто один. Вот такой замечательный полиндромчик. Так бы мы написали сейчас. Берем елочку. Это будет сколько? Четыреста. Четыреста. Сколько раз у нас четыреста уложится? Два раза. Два раза по четыреста. Это восемьсот. Да? И еще по один раз. И еще надо два раза. Это будет четыре елочки. Давайте. Итак, сначала мы берем четыре елочки. Четыреста. Тысяча шестьсот. Нам не хватает сколько? Триста. Триста девяносто один. Значит, следующий символ будет триста. Теперь девяносто. Как запишется? Да? Четыре флажка и ромбик. Четыре флажка и ромбик. И один. Таше и дочка. Я ее поклубнее, так чтобы было всем видно. Вот, собственно, так записывали числа. Давайте посмотрим, какие плюсы. Даже тот, кто не знает букв и иероглифов, и других вещей. Тем не менее, ему очень удобно считать. Потому что все знаки очень простые. Точка, ромбик, флажок. Ну, для тех, кто много получает, еще есть символы, похожие на елочку. Удобно писать. Какие минусы? Да. Долго писать. Да. Ну, неудобно почему? Удобно читать. Выводить. Да. Что вот это надо нарисовать картинку. Мы изображаем картинкой как бы, да. Это нам, пожалуй, говорит, что числа, которыми оперировали в быту, были не очень большими. Правильно? Потому что рисовать лес елочек все-таки надо.